Это Людмила. Первополосная тема западных СМИ сегодня. Что там вообще произошло? 1 марта главный редактор российского пропагандистского медиа «Арти» Маргарит Симонян выложила запись рабочего совещания высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Германии, сообщив, что файл ей предоставили, цитата, «товарищи в погонах». На записи обсуждение, которое состоялось 19 февраля 2024 года и которое предположительно ведут начальник отдела операций и учений командования военно-воздушных сил Бундесфера Франк Грефе и инспектор ВВС Инга Герхардс, а также еще пара человек. Офицеры обсуждают возможную поставку дальнобойных крылатых ракет «Таурус» в Украину. Один из них говорит, что министр обороны Писториус намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет «Таурус» в Украину. Кроме того, они обсуждают, в какие сроки удастся поставить «Таурус» в случае, если канцлер Германии Олаф Шольц примет такое решение. Для использования систем «Таурус» украинским военным необходимо пройти обучение, говорится в расшифровке, и собеседники обсуждают, где оно может проходить и как в этом будут задействованы Вооруженные силы Германии. Люди на записи также обсуждают различные цели, которые украинцы могли бы атаковать с помощью «Таурус», в том числе упоминают склады боеприпасов и мост на востоке, вероятно, речь о Крымском мосте. Все это спровоцировало международный скандал, а также дискуссии в Германии, где крайне непопулярна идея отправки такого оружия, в том числе потому, что в этом случае придется послать в Украину и специалистов, по большому счету солдат Германии. Сейчас поговорим о военных и политических последствиях этой утечки. А пользуюсь заминкой вот этой музыкой, которая звучит перед началом разговора, хочу вам сказать, если вы слушаете этот эпизод через YouTube, то, пожалуйста, не пожалейте своего лайка, комментария, еще подпишитесь на канал подкаста «Медозы» и включите уведомления о выпусках. Все это помогает и вам не пропускать эпизоды, и другим людям видеть как этот, так и прочие выпуски нашего издания. Здесь Дмитрий Стратеевский, политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы читали расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Бундесферы по поводу Тауруса. Как вам? Да, не только читал, но и читал многочисленные комментарии, которые сейчас звучат в Германии, потому что вряд ли есть хоть какой-то СМИ, даже не стоп-50, а стоп-100 в ФРГ, которая бы об этом не написала. Ну, если очень кратко для начала, то это, конечно, крайне характерный и крайне неприятный сюрприз для немецкой стороны. Почему характерный? Ну, потому что, к сожалению, это еще одно доказательство того, что многие, да не только граждане, а как мы убедились, даже высокопоставленные военнослужащие Бундесфера живут в таких неких координатах мирного времени и просто не считают необходимым в достаточной степени защищать свои каналы коммуникации. Даже если это касается, если не совсем секретных, то, по крайней мере, разговоров для служебного пользования. Поэтому это своего рода сигнал. Да, есть замечания по поводу того, что, конечно, военные так себя не должны вести. Я понимаю, что нужно, наверное, ввести в курс дела тех, кто не читал эту распечатку, расшифровку этого сорокаминутного разговора. Я прочитал, признаюсь, некоторым интересом. Это выглядит как исторический документ. И потом, действительно, думаю, исследователям будет интересно его тоже изучить. Будут его вспоминать, в том числе историки, спустя годы. Нужно, наверное, сказать, что, в общем-то, подлинность документа не вызывает сомнений, хотя бы потому, что германские власти не стали отпираться, и Министерство обороны Германии и канцлер, по сути, признали, что это утечка и что это серьезная проблема для них, факт такой утечки. Не хочется утруждать слушателям многочисленными цитатами. Пообещаю, что она будет всего одна, но вкратце изложу о чем там. Собственно, офицеры обсуждают передачу Украине ракет Таурус, и тут, я боюсь, нужно сделать небольшую остановку, сказать, что это за оружие. Это крылатые ракеты. Запад уже передал Украине условно аналогичный скальп и Storm Shadow, но Таурус летает дальше. Это принципиальное отличие. Не 250 километров, а 500, и это нам пригодится для разговора, как мне кажется. Еще Таурус лучше подходит для разрушения мостов и складов с оружием, даже бункеров. Желающие могут найти в ютубе ролик, как ракета запускается с самолета, потом летит по хитрой траектории над сложным рельефом и врезается в бункер, пробивая его насквозь, поскольку у нее как бы две боеголовки. Первая разрушает вот эту стену, первую скорлупу, а вторая врывается в помещение, и, собственно, взрыв происходит там. Офицеры как раз и обсуждают, как передать Украине, зачем передавать, будет ли это удар по восточному мосту, очевидно, они имеют в виду крымский, или по складам с оружием в глубине российского тыла. Говорят о том, сколько бомб надо на мост, два десятка, а дать вроде как в первой партии логично 50 всего. Обсуждаются способы доставки этого вооружения, и упоминается, что французы и англичане делают вот таким-то способом, попутно, в общем-то, выдается важная для военных информация о логистике. Ну, то есть, если бы ее российские власти почему-то не знали, а, видимо, разведка знала, то это было бы весьма полезно. Есть обсуждение того, как переоборудовать украинские советского типа самолеты под Таурусы. Есть разговор о том, сколько времени это может занять, кого надо научить, надо ли послать людей своих, а вообще-то лучше бы, чтобы украинцы приехали в Германию. И много, тщательно и так вот деликатно, я бы даже сказал, для такой неофициальной беседы говорится про отправку специалистов, потому что участие германских специалистов — это и участие в войне. Читаем между строк, что это важный внутренний вопрос, который надо будет нам с вами тоже обсудить, как мне кажется. Вот небольшая красочная цитата, я обещал всего одну, по поводу того, что там говорится, как раз обсуждается отправка специалистов. И это такое настроение совершенно 17 мгновений весны, как будто переговоры Вольфа с Даллесом, прослушку которых, если мне память не изменяет, Штирлиц получил. Герхардс говорит. Как вы считаете, можно ли надеяться на то, что Украина сможет все сделать самостоятельно? Ведь известно, что там находится много людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом. Поэтому вполне возможно, что скоро они будут в состоянии сами использовать. Ведь все спутниковые снимки у них есть. Что я упустил в пересказе, что нам пригодится еще из того, что говорили эти офицеры? Ну, во-первых, все-таки нужно учесть, я сейчас не буду выступать адвокатом этих беспечных офицеров, но все-таки несколько важных пунктов. Поставка Тауруса, и это в разговоре подчеркивалось, будет осуществлена только в случае принятия соответствующего политического решения. То есть эти военные обсуждали теоретическую возможность, в том числе и сроки обучения украинских специалистов для использования Таурус. Как можно было бы сократить эти сроки, не в ущерб качеству и уровню этого обучения. И еще немаловажный факт, что целью этой телеконференции была подготовка к брифингу у министра обороны Германии Бориса Писториуса, где, собственно, должны были обсуждаться дальнейшие шаги по возможности поставки ракет Таурус Украине. Вот это наверняка несколько таких центральных моментов, которые здесь можно еще добавить. Мне кажется, что важно поговорить еще про отправку людей. Да, там подчеркивается, что это должно быть политическое решение, но можете объяснить, что за процедура, почему это так важно, почему после того, как Третий Рейх закончил свое бессловное существование, есть такая норма, которая не позволяет просто так правительству отправлять солдат куда-то, не спросив парламент? Германия является парламентской республикой, возможно, одной из самых жестких парламентских республик в мире. И все политические решения намеренно рассосредоточены между различными ветвями власти. Парламент, ФРГ, Бундестаг принимает окончательное решение об отправке германских военнослужащих в ту или иную горячую точку. Причем это касается не только какие-то отдельные национальные инициативы, но и операции, например, по мандату НАТО или по мандату ООН. И каждая такая отправка вызывает самые жесткие, самые тяжелые дискуссии, они многодневные, иногда даже многонедельные или многомесячные. И также это вызывает очень большой резонанс. В немецком обществе я бы назвал Германию вот такой вот страной политического пацифизма или даже, может, победившего пацифизма. Пацифизм, примат дипломатии, миротворчество, отказ от применения вооруженных сил до последнего момента, пока это возможно, всегда был центральным пунктом, номером один в немецкой дипломатии, в немецкой внешней политике. Это до такой степени укоренилось в сознании всех людей, принимающих решения, что они просто не мыслят себя в какой-то иной системе координат, в каких-то иных реалиях. Отсюда, собственно, и все сложности, которые Германия преодолевала уже после широкомасштабного нападения России на Украину, крайне поэтапно. Мы помним дебаты вначале о поставке стрелкового оружия, далее о самоходных артиллерийских орудий, многомесячные разговоры о возможности поставок основных боевых танков «Леопард-2», и сейчас уже также много месяцев идут разговоры о возможных поставках «Тауруса». То есть это своего рода такая общественная, историческая и, я бы даже сказал, политическая травма для Германии, поэтому любые беседы или даже намек на то, что солдаты Бундесвера или гражданские специалисты Бундесвера могут оказаться на территории Украины, страны, которая в данный момент участвует в оборонительной войне, это для германского общества крайне и крайне тяжело. Вот в этом настроении для германского общества, для политического класса, насколько важно, что это конфликт все-таки с участием России, ну потому что после того, как полномасштабное вторжение началось, все-таки немцам пришлось преодолеть, если не шок, то точно многолетнюю привычку не думать о том, что они будут с другой стороны по отношению к России как правоприемницы СССР во всех смыслах, в том числе и в символическом, участвовать в каких-либо конфликтах. Это еще звучит, это добавляет эмоционального накала или нет? Это уже переработано и Украина тут воспринимается как вполне легитимная страна поддержки. Гораздо меньше, но это еще имеет место быть. Все-таки Германия крупное государство, 83 миллиона человек, есть достаточно ниш, как в любом демократическом обществе существуют различные мнения и различные дебаты. Раньше, конечно, такая оппозиция или такое мировоззрение существовало гораздо в более широких кругах германского общества. Вторая мировая война, победа Советского Союза в какой-то мере даже считалась победой России. И иногда немцам было крайне тяжело объяснить, что самыми пострадавшими советскими республиками были Украина и Беларусь. Как раз на территории Украины происходили основные страшные события Холокоста, уничтожение людей, огромные разрушения. Как раз Украина потеряла огромное количество, в том числе и материальных ценностей в результате германской агрессии 41-го года. Сейчас этого гораздо меньше, но в любом случае тезис, как мы можем воевать с Россией, хотя Германия не воюет с Россией и не является стороной конфликта в данной войне, соответствующий вердикт вынесли даже германские правоведы. Но этот тезис в любом случае в чьих-то ушах все же отзывается. Конечно, меньше, но это еще имеет место быть. Если, опять же, раскладывать вот это общественное настроение и этот политический курс, нужно, наверное, говорить о том, что есть большое опасение и нежелание, собственно, стороной конфликта стать. Очень нервную реакцию вызывает даже намек Макрону, когда он говорит, что, наверное, в перспективе, не надо исключать, что когда-нибудь солдаты НАТО отправятся в Украину. Германия среди первых, кто говорит, нет-нет, погодите, нет, давайте тут остановимся. Это ощущение, что нельзя ни в коем случае вмешиваться в войну. Насколько оно сильно и насколько это важный, опять же, фактор. Конечно, это абсолютная общественно-политическая аксиома. Она вот как раз остается неприкосновенной до сих пор в немецком обществе. Все-таки нужно отметить, что Макрон это говорил в совершенно гипотетическом плане. Он не предлагал какие-то реальные сценарии реализации. Он говорил, что, возможно, действительно, Западу НАТО придется более активно участвовать в защите украинского суверенитета. Для Германии, конечно, это абсолютное табу, и мне сложно представить себе любого германского политика, даже представителя тех сил, которые крайне активно поддерживают Украину. Допустим, представителя партии «Зеленых», который заявил бы о том, вот давайте завтра отправим наших солдат на поддержку Украине. Это в данный момент совершенно исключено, и как раз Шольц использует в дебатах очень активно данный тезис о том, что германские военные специалисты или гражданские специалисты, возможно, необходимы для программирования целеуказания ракет «Таурус» на местах, то есть непосредственно на территории Украины, хотя есть и эксперты, которые это отвергают. Но сам намек на такую возможность сразу же вызывает у абсолютного большинства немцев, это показывает и опросы, крайне негативную реакцию. А можете мне тогда объяснить, в чем скандал, в том числе внутриполитический, поскольку про «Таурусы», вот эти разговоры о том, что если мы их поставим, у них же такое большое расстояние действия, что мы не можем гарантировать, что не будет нанесено ударов по глубокому тылу российской армии или по территории международно признанной Российской Федерации, это может сделать нас стороной конфликта. Вот эти все разговоры про «Таурус», они, ну как минимум, в 2023 год идут, не прекращаясь. И вот эти замечания о том, что да, нужно будет запрограммировать таким образом, чтобы сократить искусственно у этого вооружения радиус действия, но с другой стороны, на месте у украинцев не будет большой проблемы, чтобы их перепрограммировать, поэтому как же мы можем. Это же все длится довольно долго. В чем теперь шок, удивление и, собственно, предмет для споров, скандал, какого-то обсуждения? Наряду с тем, что сам факт столь легкого прослушивания переговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера, что само по себе тоже является сенсацией, офицеры высказывали и недоумение в связи, собственно, с отсутствием решения федерального правительства о поставках «Таурусу» Киеву. Они сетовали на слухи, которые появлялись в этом контексте. По-видимому, между строк можно было прочитать, что военные не совсем довольны коммуникацией ведомства федерального канцлера и федерального правительства. Там также были вскользь брошены слова о паре человек на месте, применительно к британскому персоналу, который, предположительно, обслуживает ракеты «Штормшадоу», которую уже давно успешно применяет Украина. И, с другой стороны, Лондон ведь неоднократно заявлял, что украинцы самостоятельно определяют цель для ударов и осуществляют на месте весь комплекс ослуживания поставленной техники. То есть все это создает уже весьма серьезные политические проблемы для Шольца. Уже есть жесткая реакция оппозиции. Было предложение даже создать в Бундестаге специальную следственную комиссию. И некоторые оппозиционные политики ставят под сомнение доверие к Шольцу как к федеральному канцлеру. То есть я бы не сказал, что это крайне тяжелый удар по федеральному правительству, по коалиции и по Шольцу лично, но, тем не менее, это такой вот неприятный укол как внутриполитический, так и на международном уровне. То есть нельзя переоценивать, но нельзя и недооценивать дальнейший эффект от этого скандала. Ну вот этот разговор про англичан и французов на месте, он же довольно показательный. Почему Германия не может поступить так же и сказать, что ну мы, конечно, не хотим воевать с Россией. Мы ни в коем случае не сторона конфликта. Но Украине мы помочь должны, они жертвы агрессии. Пусть сами решают на месте. Мы там научим людей у нас на территории Германии и отдадим им эти ракеты. В чем здесь загвоздка и в международном смысле, и, опять же, в внутриполитическом. Я понимаю, что мы немножко, может быть, ходим по кругу, и примерно это же я вас спрашивал, но хочется заострить это, что ли. Да, действительно, именно вопрос в том, что граждане Германии, это может быть немецкий солдат либо гражданский специалист, будет находиться на территории Украины и непосредственно фактически участвовать в военных действиях. Или, по крайней мере, косвенно на месте способствовать обслуживанию соответствующих ракет. То есть это действительно какая-то красная черта. Мы понимаем, что мы живем как раз в то время, когда красная черта отодвигается. И в каких-то ситуациях то, что вчера было невозможно, сегодня становится реальностью, потому что у одной из сторон просто нет выхода. Но, по крайней мере, пока на сегодняшний день это совершенно недопустимая формула. Немецкие солдаты либо немецкие гражданские специалисты для военных нужд не могут находиться на территории Украины. То есть в данный момент я не вижу той формулы, в результате которой это будет так или иначе изменено. Что будет завтра, сказать нельзя. А научить украинских специалистов, чтобы они сами это делали, это не представляется возможным? Ну я технически не могу это оценивать, я не военный эксперт по ракетам Тауэрс, но мы видим, что происходило ранее обучение украинцев для обслуживания бронетехники от БТРов до основных боевых танков. Украинцы совершенно легально и официально обучаются в качестве летчиков для F-16, для будущих поставок. То есть на территории других государств, на территории стран НАТО, непосредственно за пределы зоны боевого конфликта, это возможно. Опять же, мы говорим о крайне условных границах, но в восприятии немецкого истеблишмента и восприятии населения Германии это возможно. На территорию Украины пока нет. Там офицеры еще говорят о том, что мы в такой щекотливой ситуации сейчас находимся, и то, что мы не поставляем ракеты, при том, что да, я помню, и вы про это говорили, и в этой распечатке это есть про то, что это политическое решение и обсуждение носит скорее какой-то технический характер, будет ли это возможно. Ну, там говорится, что французы и англичане, и кто там, американцы могут прийти и сказать, ну, а вот теперь ваша очередь. Мы поставили, а вы нет. Пресса пишет по итогам утечки про усиление раскола по этому поводу между западными странами, помогающими Украине. Что про это пишут в Германии? Что про это думаете вы? Я не думаю, что это раскол, я бы не назвал это трещиной. Это определенный неприятный коммуникационный момент. Я не думаю, что это может иметь какие-то большие серьезные последствия. Вот такой вот политический, военно-политический пинг-понг, вначале поставьте вы, а потом мы, он же проходил и в 2022, он был характерен для 2023 года, как раз по поставкам танков, это было крайне заметно, когда в треугольнике США, Великобритания и Германия каждая из сторон заявляла как формально, так и неформально о том, что давайте подождем, вначале поставьте вы, а уж за вами следом обязательно поставим мы. Что и затягивало поставки как таковые и создавало большие сложности для вооруженных сил Украины на поле боя. Сейчас мы видим похожую ситуацию, но действительно ключевой вопрос для немецкого сознания, я подчеркну это в третий раз, потому что действительно крайне-крайне важно, должен ли германский персонал находиться на территории Украины для целеуказания и для обслуживания, программирования данных ракет. Если эксперты, а некоторые эксперты заявляют именно об этом, будет документально доказано для немецкого общества, что это вовсе необходимо, и это может происходить так или иначе дистанционно, либо достаточно будет украинских специалистов на местах, то самая главная преграда будет снята. Сейчас, пока она присутствует. Если не Таурусы, есть речь, чем это можно компенсировать. Ну, нет, понятно, никаких писанных обязательств, но есть вот это неофициально понимаемое обязательство перед Украиной и союзниками. Можно ли говорить о том, что зреет какая-то сделка? Ну, дадим больше денег. Германия готова больше финансировать. Германия и так помогла с беженцами, с украинскими, и готова помочь украинской экономике, у которой тоже все не здорово. Но вот с оружием, сами понимаете, не очень хорошо, наш избиратель не поймет. Ну, это касается именно данного типа вооружения. Конечно, можно здесь парировать, сказать, да, это касалось и танков в разговорах прошлого и позапрошлого года. Но заменить, насколько я понимаю, насколько я оцениваю слова германских экспертов, заменить Таурус, по крайней мере, из германских арсеналов нечем. Германия действительно оказывает крайне значительную поддержку, не только деньгами, но и вооружением, а также оплатой определенных оборонных заказов, размещенных в других государствах. Есть очень много схем различных совместных оборонных концессий или консорциумов, в которых участвует две, три, четыре страны. Здесь Германия является сейчас признанным лидером. Буквально несколько недель назад было заявление пресс-службы министерства обороны ФРГ. Там говорилось о том, что мы будем помогать вооружениям столько, сколько это понадобится. Это дословно. То есть это такое серьезное заявление. Но если мы говорим так узкосекторально именно о ракетах Таурус, то я не знаю, чем их можно заменить из резервов Бундесвера. Ну и да, и можно повториться, что с ними проблема, что они очень большого радиуса действия. И Германия не хочет, чтобы они использовались по территории международной признанной Российской Федерации. Можно сказать, глядя на то, что сейчас происходит, что, в общем-то, Шольц выиграл от этой утечки. Он не хочет, его избиратель не хочет, и канцлер ориентируется на избирателя. Можно попробовать отказаться от того, чтобы Тауруса, в принципе, передавать. Российская Федерация в этом случае тоже выигрывает. Украина проигрывает, но ей, наверное, каким-то образом компенсируют. И теперь у Германии есть достаточно легальный способ отказаться от вот такой скользкой поставки конкретно этого вооружения и сказать, что, ну, посмотрите, как там Писториус выражался, против нас ведется информационная война. Что ж мы можем поделать? Наш избиратель сейчас так нервничает. Нет, давайте чем-то другим. Я не думаю, что это так по двум причинам. Первое. Я не могу сказать, какую позицию на самом деле занимает Канцлер Шульц как политик и как человек касательно поставки Тауруса. Он вынужден лавировать между различными группами влияния. Они есть в рамках коалиции, правящая коалиция. Все-таки это союз трех партий. Это крайне сложная и даже хрупкая политическая конструкция. Он вынужден лавировать в рамках собственной партии, правящей социал-демократической партии, где также есть самые разные взгляды. И, наконец, он вынужден считаться с такой крупной оппозиционной силой, как ХДС. Поэтому, что он думает на эту тему на самом деле, я сказать не могу. То есть, все, что он высказывает, фактически, это вот такие вот бесконечные политические компромиссы. И второе. Вы с самого начала упомянули Штирлица. Здесь можно дать одной из знаменитых цитат Юлиана Семенова о том, что запоминается всегда последняя фраза или последнее слово. И сейчас Германия, говоря столь жесткая, нет Украине в поставках Тауруса, она в какой-то мере может политически нивелировать все свои заслуги, действительно немаленькие заслуги, за последние два года. Поставки гуманитарные, правильно вы сказали, о помощи беженцев в Германии, более 1 миллиона 100 тысяч украинцев получили. Убежище, это поставки вооружения, действительно, весь, абсолютно весь, финансовый, гуманитарный и политический спектр. Это действительно может нивелировать в какой-то мере, и все запомнят, что это та самая Германия, тот самый политический Берлин и то самое федеральное правительство, которое не помогло Украине, не поставило Таурус в эту сложную минуту. Поэтому я не думаю, что Шольц политически доволен сложившейся ситуацией. При этом надо сказать, что и в этом году, и в предыдущее время Шольц говорил, мы с Украиной будем до конца, нельзя отдать возможность Путину думать, что он победил. Это неприемлемо, будем поддерживать всячески. И мы, говоря о потере Германии, не упомянули, что, собственно, полувековая модель еще со сделки газ в обмен на трубы была разрушена. Очень благополучная вот эта система, когда недорогие российские углеводороды получала немецкая экономика, от этого в изрядной степени не выигрывала. Ну да, про последнюю фразу зафиксировали, хотя удивительно, как, в общем-то, открыто произносившаяся Шольцем позиция по Таурусам вдруг обрела такую силу в качестве какого-то триггера и внутри Германии, и снаружи. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был Дмитрий Стратеевский, политолог, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы. Недавно пришло письмо на адрес подкаст собакамедуза.io от слушателя Николая, который поддерживает «Медузу финансовый», и он спросил, а сколько вам надо всего денег-то? Вот если бы на всех, кто сейчас жертвует, разделить, то поскольку нам нужно скидываться, я в таком случае увеличу свой донат до этой суммы, чтобы помочь в решении финансовых трудностей издания. И я вынужден был в ответ Николаю мямлить в ответном письме, мол, мы вынуждены быть не слишком открытыми, это повышает нашу издание уязвимость, они добрые люди, особенно на казенном довольстве в Российской Федерации этим не применут воспользоваться. У нас не так давно был разговор бонусной субботни соосновательницей «Медузы» Галиной Тимченко, где мы и про деньги тоже говорили. Вот я вынужден отсылать к этой беседе, больше трудно добавить, хотя записывались мы еще до небольшого, ну как небольшого, кому как кризиса, который постиг «Медузу», хотя в целом, повторюсь, в этой беседе все по делу. Но вот там прозвучала сумма, которую я сейчас часто предлагаю и вам взять за ориентир 15 евро и выше, любой вклад понятно ценен, но если вы будете отдавать нам 15 евро и больше, то большая часть ваших денег в таком случае будет доставаться именно нам, а не уходить в счет комиссии. Также ежемесячные неразовые платежи это очень хорошо, это намного более важная поддержка, чем единичные, как вспышка, как романтический порыв, транши, поскольку тут действуют принципы «лучше-меньше-да-чаще», а не ленинское «выкусите Владимир Ильич», «лучше-меньше-да-лучше». Почему я все это говорю? Почему рассказывал про Николая? К тому, что и Николай, и всем жертвователям очень благодарен, и к тому, что, да, это снова напоминание «Медуза» существует за ваш счет, больше нам взять денег на работу у редакции неоткуда, хотя менеджмент старается, привлекает средства фондов, финансирующих независимую прессу, другие придумываются способы, вот издание книг на бумаге тоже приносит деньги, так что спасибо всем, кто заказывает и покупает книги в магазинах, и да, к большому сожалению, в Россию нашим изданием путь заказан. Знаю, что многие думают, когда я завожу разговор про деньги, ой, вы все время ноете, и все время не закрываетесь, хотя обещаете, говорите, такая серьезная угроза, но если честно, не такая уж «Медуза» и крепкая, не такая уж она вечная, ее положение действительно шатка, сама она хрупка, то, что было в прошлом, и то, что в прошлом удавалось выживать, вы же понимаете, не залог будущего успеха, не то, что благополучия, а вообще не залог того, что «Медуза» сохранится. В настоящем мы можем полагаться только друг на друга, на взаимную поддержку, вот в данном случае на вашу. Также знаю, что многие придерживаются мнения, ну, вот вы в таком-то году, и вот тогда-то повели себя не очень мне понравилось, как опубликовали, не то, что мне показалось уместным, не тех и не так поддерживаете, не про то пишете, и Горин, вот ваше все время говорит, больше, чем гости, которых выпуск зовут. Мы пришли послушать же не его, а их. Но я могу на это ответить так, сердцу не прикажешь, но, может, и не надо сердцем руководствоваться, может быть, холодный расчет, он здесь вернее. Вам как больше нравится, чтобы в мире была «Медуза» или чтобы ее не было? Работает она, как часть института независимой прессы на вас и других людей, в том числе в России, или не работает? Вот если исходить из такого нелицеприятного и недушевного расчета, то, может быть, «Медузу» все-таки стоит поддержать. В силу последних событий, кажется, многие приходят к такому более зрелому, на мой вкус, пусть и менее сердечному, подходу в отношении к институтам, к людям, к политикам. Так что я и тут призываю исповедовать его, а не личные симпатии. Личные симпатии мимолетные и так индивидуальны. Все подробности и правила безопасности, касающиеся пожертвования «Медузе» по ссылке в описании к этому эпизоду. И прошу прямо, глядя вам в самую душу, помогите, пожалуйста, нашему изданию. Вы слушали, что случилось, подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Душа спасительная, прощальная. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok